Я приношу огромные извинения за неполадки в эфире, но от меня ничего не зависело. Вашему вниманию трансляция финала весовой категории до 92 килограммов 35-го чемпионата мира среди военнослужащих в Тегеране. Владислав Валев, Россия. Мир по хебам, Иран. Начинок Улара, к сожалению, не дал мне такой возможности интернет. Он упорно отказывался включаться в эфир в инстаграме и в итоге начинок уступил в своем финале. Но проявил себя молодцом до последнего. Старался, работал. Но вот здесь сейчас вынуждение прерваться. Казалось, что зарабатывает первые баллы иранский борец, но было нарушение правил, поэтому рефери вернул спортсменов в позицию стойки. И нам эта медаль сейчас очень важна. Золотая медаль, я говорю, конечно же. Потому что у России сейчас 4 золота. И для того, чтобы завоевать первое общекомандное место без проблем, нам нужно обязательно побеждать в очной встрече иранцев. У которых сегодня 4 финала. Один финал они уже нам проиграли. Начин Монгуш победил своего соперника по категории 61 килограммов. 79 килограммов я не помню, как отборолись иранцы. И не знаю, вернее даже. А вот здесь 92 килограммов обязательно нужно побеждать Владу Валиеву. И вот он наконец набирает баллы. Именно так требовалось бороться в самом начале. Два балла дают ему, потому что перед этим 30 секунд активности были. Они уже истекали, и Влад Валиев пошел в атаку. Но недоволен он тем, что забирает, он пытается забрать челлендж. Не хочет он челленджа. Его устраивает два балла, хотя наш тренерский штаб хотел больше. Но сейчас вроде пошло у Влада, и поэтому нужно развивать преимущества. Так вот, речь была об иранцах. У них еще финал весовой категории до 125 килограммов. Но там нас не будет, потому что Алан Хугаев будет бороться за бронзу. Поэтому нужно обязательно побеждать в этой встрече очно. Для того, чтобы уверенно лидировать и уже обеспечить себе спокойный и необходимый задел. Для того, чтобы выиграть первое общекомандное место. Но пока об этом не думаем. Подумаем только о победе Влада Валиева. И думаем о том, как грамотно распределить силы на всю дистанцию поединка. Которого первый период практически истек. 20 секунд остается до конца. Разводит руками Мирбахибан. Чем он недоволен? Владислав Валев, бронзовый призер чемпионата мира. Чемпион Европы по вольной борьбе. Представляющий весовую категорию до 86 килограммов. Но здесь, несмотря на то, что весит 90, он выступает в 92 килограмма. Но упирается он и не дает себя сместить. А тем временем звучит свисток арбитра, который возвещает о перерыве. На который и уходят борцы. Восстанавливают Влада Валиева, Таймурас, Джоев и Гоги Когуашвили. Греко-римско-вольный тандем наших тренеров. Передают ему спокойствие, свою уверенность. И, конечно же, ценные рекомендации. Заряжают его на вторую часть финального поединка. Она для нас крайне важна. Давайте пожелаем удачи Владу Валиеву и будем за него болеть. Им мысленно и физически. Я здесь, не знаю, готов уже даже сам вместе с ним выйти на ковер. И как могу его поддерживать. Не только эмоционально, но и физически. Вы слышите, как кричат Ирам, представители вооруженных сил Исламской республики Ирам. Ирам, которые здесь практически ни на секунду не умолкают во время схваток своих соотечественников. Да, российские болельщики здесь не кричат, не шумят. Но я думаю, что во время финалов с участием россиян я так кричу, что могу один, наверное, составить конкуренцию иранским болельщикам. Пусть нас и не слышат. Главное, чтобы мы побеждали. Влад Валиев начинает с оборонительных действий. Период 40 секунд истекли. В атаке иранский борец Мирбахебан. Попытка была прохода в корпус или в ноги. Что-то непонятное. Пытался осуществить иранец, но сбрасывает его Влад Валиев. И тут же стремительно контратаковал, но также неуспешно. Вернее, безуспешно. Ищут, ищут возможность для прицельной атаки что один, что другой борцы. Пока без технических действий обходится второй период. Он близится к экватору своему, проход в ноги, вырывается из захвата стремительно. Влад Валиев сумел увильнуть от этого опасного выпада со стороны иранского борца. Минута 25 секунд до конца. Иранец чувствуется подсел. А Влад Валиев контролирует ситуацию. Но неплохо бы, конечно, набрать еще баллы. 3-0 ведет россиянин. Желтая карточка у Ирана. И за предупреждение дали бал россиянину. 3-0 это, конечно, более комфортно. Но все-таки для пущей уверенности нужно еще поднажать. Вот, словно услышим, в мои слова, Влад Валиев идет в атаку. Минута и 5 секунд до конца. Надо поработать. На опыте Влад Валиев борется сейчас. Мы с ним разговаривали после полуфинального поединка. И договорились, что будет он бороться в удовольствие. Красиво. Именно так он и пытается действовать. Но, конечно же, иранец тоже создает с этим проблемы. Вот делает замечание рефери Владу Валиеву. Продолжается схватка. 40 секунд до конца. Владислав Валиев, Мирбахибан из Ирана. 3-0 впереди россиянин. Разводит руками Влада и апеллирует к арбитру, что некрасиво действовал иранец. Но бал дали представителю. Ирана. 3-1 счет. 2 балла преимущества. Нужно внимательно очень быть... Нужно быть очень внимательным в каждом эпизоде Владу Валиеву. 20 секунд до конца. Напряжение витает в воздухе и ощущается энергетически каждым из участников этого действия. 9 секунд до конца. В ноги бросается иранец Влад Валиев. Защищается уверенно, что бал дают за уход от борьбы Владу. Да. И две желтые карточки у Влада Валиева нужно дотерпеть. 4 секунды. 3 секунды. 2. Терпеть. Терпеть Влад. Терпеть. Влад Валиев чемпион мира среди военнослужащих. И пятая золотая медаль в копилке сборной России. А вместе с ней первое общекомандное место на чемпионате мира по вольной борьбе в Тегеране. Наши поздравления. Фух. Заставили меня сегодня наши финалисты понервничать. Двое из трех. В итоге завоевали золото. Владислав Валиев благодарит всех новейших за поддержку. Вот наша группа поддержки. В лице Эрика Джоева. И человека по прозвищу Майкл, который очень многое делает для российских борцов. Является фактически и душой, и мозгом команды. Ну а мы пошли брать интервью. А перед этим, вашему вниманию, круг почета новоиспеченного чемпиона мира среди военнослужащих. Владислав Валиев, собственная персона. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok